Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич. Сегодня я считаю необходимо поговорить об одной из главных внутренних угроз нашей страны, способной не в простых условиях экономического кризиса привести к развалу страны, это коррупция. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин особо подчеркнул, что коррупция это препятствие для развития России, да и в обществом сознании укропилось понимание того, что любой коррупционер это вор, а за каждое нарушение закона неизбежно и неотвратимо следует суровое наказание. Однако, как показывает практика, в отдельных регионах страны ситуация по борьбе с коррупцией за последнее время лишь значительно ухудшилась. В качестве примера приведу республику Марий-Эл, которая за 15 лет правления Леонида Маркелова превратилась, на мой взгляд, в край непуганных коррупционеров, заповедник для взяточников и казнокрадов. Очевидно, до руководства республики и силовых структур еще не дошли слова президента России Владимира Путина о том, что ситуация, в которой есть признаки личной заинтересованности, конфликта интересов, мгновенно должна попадать в зону повышенного внимания контролирующих органов и гражданского общества. К сожалению, прокуратура Марий-Эл в 2013 году не может, с 2013 года не может ответить на многочисленные запросы, в том числе и депутатов Государственной Думы от всех парламентских партий, по имуществу собственности, принадлежащей семье Маркелова. Сокрытие того факта, что в течение трех лет с 2009 по 2011 годы семейство Маркелова владело 86 тысячами акций военно-стратегического предприятия «Контакт», стоимостью как минимум полтора миллиона долларов США. Прокуратура республики сочла технической ошибкой и исключением. Прокуратуру не интересует, что сначала жена Маркелова, а затем ее мачеха стали владельцами крупнейшего в республике финансостроительного холдинга, что ими же через различные компании контролируется практически весь рекламный бизнес и крупнейшие частные СМИ в республике, что компании близких родственников Маркелова включаются в программу приоритетных инвестиционных проектов правительства Мариэлл до 2017 года. С 2014 года прокуратура не может ответить на запросы депутатов Госдумы от Народного фронта, на каких основаниях по заниженной цене государственное имущество в центре столицы Мариэлл было продано фирме телекомпании «12 регион», которая принадлежит жене и мачехе главы республики. Нет ответа и на вопрос, почему этой же фирме были проданы государственные земли в особо охраняемой природной зоне «Сосновый бор», где теперь ведется строительство коттеджей для чиновников из правительства республики. Для того, чтобы скрыть свои реальные доходы, а по данным СМИ они составляют несколько миллиардов рублей, Маркелов даже специально развелся со своей женой и переписал все имущества фирмы на мачеху Татьяну Маркелову. Сейчас чиновнику иметь жену, занимающуюся бизнесом, сложно, потому что, что бы она ни построила, обвинять будут мужа, поэтому иногда стоит с женой развести, цинично заявил Маркелов. В результате такого развода семейство Мариэлл фактически стало монополистом в строительной сфере, а годовой доход компании, по данным СМИ, превышает 2 миллиарда рублей, а стоимость имущества семьи превысила 180 миллионов рублей. Не отстают от главы региона и многие региональные чиновники занимаются бизнесом в ущерб государственным интересам. По данным журналистов, первый зам главы республики Николай Куклин занимается строительным бизнесом через фирмы сына. Руководитель администрации главы Мариэлл Турчин свои коммерческие вопросы решал через фирмы дочери и зятя, арестованного по подозрению в покушении на мэра Плотникова. Кстати, сам бывший мэр Ешкарлы Плотников сейчас находится и арестован под подозрением в получении взятки. В Генпрокуратуру установлено, что деньги из бюджета Минздрава Мариэлл получает стоматологическая клиника, принадлежащая жене министра здравоохранения Шишкина. Для финансирования своих псевдоевропейских проектов, набережная Брюгге и площадь Амстердам, Леонид Маркелов заложил в коммерческих банках имущество республики аж на 2 миллиарда рублей, в том числе здание военкомата, дом дружбы, новое здание школы-интерната для одаренных детей. За 15 лет своего правления глава республики довел регион до грани банкротства. Государственный долг региона в декабре 2015 года превысил 13 миллиардов рублей или 102% от собственных доходов республики. Дефицит бюджета составил 2,7 миллиарда рублей или 19% от собственных доходов. Инвесторы бегут из Мариэл, говоря о том, что в республике невозможно работать в связи с разгулом коррупции. Инвестиционные проекты, которые лично куриры от Маркелов, представляют собой откровенную аферу. Например, в банке ВТБ Мариэл украли 7 миллиардов рублей из Марийского НПЗ. Об этом руководитель банка Андрей Костин сам сообщил на форуме «Россия вперед!» в 2013 году. Оказалось, за аферистов, которые вывели миллиарды ВТБ в Ашоры на Кипр и Британские острова, поручился лично Маркелов. Он же включил в компанию этих аферистов региональные программы по развитию бизнеса. Сейчас Мариэл может лопнуть еще одна экономическая афера под названием «Птицефабрика Акашская». Правда, в данную компанию вложили уже не 7 миллиардов рублей, а порядка 40 миллиардов рублей. Еще в январе 2015 года УБП Мариэл выявил нарушение нецелевого использования кредитов, полученных агрохолдингом Акашевского Ростсельхозбанка. А 14 января 2016 года арбитражный суд Мариэл принял заявление конкурсному управляющему о признании «Птицефабрики Акашевского» банкротом. При этом предприятие, готовое честно работать во благо республики, Маркелов разоряет. Так стало с крупнейшим в регионе компанией с полным циклом строительно-монтажных работ. Марий Гражданстрой, генеральный директор этой компании, Геннадий Александров, стоял у истоков создания «Единой России» в Мариэл. Но и это его не спасло от Маркелова. Правительство региона заказало Александрову строительство объектов на несколько миллиардов рублей. Поскольку денег в бюджете на эти цели не было, его уговорили взять кредиты под залог основных фондов предприятия и гарантий правительства региона. Не получив денег за выполненные работы, имущество предприятия вынуждены были продать, чтобы рассчитаться с кредитами. В целом, оценивая ситуацию в республике, я прихожу к неутешительному выводу. Коррупция в Мариэл – это не миф, а ужасающая реальность. Кстати, этой теме посвящено аналитическое исследование, подготовленное мной и в соавторстве полковником службы внешней разведки России в отставке Михаилом Долговым в 2015 году. Невольно напрашиваются аналогии с наведением с недавними событиями республики Коми. Там была проявлена политическая воля руководства страны, и правоохранители взялись распутывать подобный многолетний коррупционный клубок. Почему это до сих пор не сделано в Мариэл? Почему ни прокурор республики Сергей Рюмшин, ни руководитель Следственного комитета Олег Доронин, ни министр МВД Виктор Косарев, ни участник, ни начальник УФСБ Александр Бурак не видят в деятельности Маркелова, его семьи, приближенных никаких нарушений закона? Не хочу верить, что после пули в голове у своего предшественника генерала Бучнева новый министр МВД полковник Косарев, видимо, определил для себя безопасную позицию не вмешиваться в семейные дела главы региона. При этом руководитель уже упомянутой ОАО «Мари гражданстрой» Геннадий Александров, сделавший еще в августе 2015 года публичное заявление о фактах коррупции семи главы республики на телевидении и направивший десяток обращений с оригинальными документами во все инстанции, сам просит генеральную прокуратуру допросить его по данному заявлению о коррупции. Но вот уже полгода никто из силовиков не хочет взять у Александрова показания. Уважаемые коллеги, я убежден, что российская власть и законодательно, и исполнительно не могут оказываться безразличными к тем вопиющим фактам, о которых сегодня я сообщил. Поэтому я предлагаю сформировать специальную депутатскую комиссию Госдумы из представителей всех парламентских партий, пригласить независимых экспертов и провести детальный анализ ситуации с исполнением антикоррупционного законодательства Мариэл. Уверен, что работа такой комиссии сможет помочь принять безотлагательные меры как по наведению порядка в республике Мариэл, так и по совершенствованию антикоррупционного закона Российской Федерации. Я как коммунист полностью поддерживаю внешнюю политику президента России Владимира Путина, но, к сожалению, в внутренней политике есть серьезные проблемы, которые не хотят решать региональные бюрократы. Очевидно, региональные князьки забыли слова Владимира Путина о том, что мы и дальше будем самым серьезным образом, вне зависимости от должности и партийной принадлежности, с корнем вырывать коррупционную заразу. Уважаемый Сергей Евгеньевич, хочу вам вручить аналитическое исследование о коррупции Мариэл, а также документы, подтверждающие незаконную деятельность высокопоставленных чиновников из правительства республики Мариэл. Благодарю за внимание.